Любители активного отдыха приняли участие в соревнованиях по лазертагу и автоквесту. Эти игры пользуются популярностью у муравленковцев. Об играх и победителях расскажет Валерия Чижик. Обсуждают тактику, надевают снаряжение и, вооружившись бластерами, отправляются воевать. Конечно же, понарошку. На поле боя разворачивается напряженная борьба. Каждая команда стремится победить соперника. Здесь сегодня собралось 19 команд, которые играют в лазертаг. Состав команды 5 человек. Ребята получают массу хорошего настроения, используя оружие в лазертаг, стреляя, перестреливаясь, лазя в песке. Во время соревнований участников активно поддерживают болельщики, подбадривают, подсказывают, встречают игроков бурными аплодисментами. Девчонки вымолзли, молодцы, бороли. В таких соревнованиях по лазертагу мы участвуем уже второй год. Первый год был успешный, был первый опыт, мы заняли первое место. Надеемся, что и сегодня мы уйдем с местом. Огромные эмоции, адреналин я вот сейчас просто не могу даже говорить. Лидером в лазертаге стала команда «Эмалкоммунэнергоэлектрокотел». Пока одни муравленковцы стреляли с бластеров, другие начали борьбу за победу в автоквесте. Первый этап – представление визиток. Команда «Божья коровка»! Наш девиз! Мы сильны, умны и ловки, мы ведь божьи коровки. Мы без дела не сидим, в автоквесте победим! Ура! После презентации 16 команд отправляются в путь. Задания они будут выполнять, связанные с достопримечательностями нашего города. Они будут разгадывать загадки, логические игры и фотографироваться, скажем, с достопримечательностями нашего города. За эти фотографии будут получать бонусные баллы. В этом году автоквест проходит в новом формате. Теперь в команде только трое преодолевают испытания, а четвертый играет в настольную игру. Моя команда выполняет задания, а моя задача – переставить машинку вовремя. Мы сейчас находимся в тройке лидеров. Вот, азарт, страсти, наколены. За два часа команды прошли множество различных испытаний. Отгадывали мелодию, решали ребусы, делали математические вычисления и многое другое. Борьба за первое место развернулась нешуточная. Всю игру две команды по 52 и совет молодых педагогов шли вровень, не желая уступать друг другу. Но с разницей всего в несколько секунд выиграла команда учителей. Эмоции потрясающие, организация здоровская. Впервые в таком автоквесте все было очень живо, быстро, руки до сих пор трясутся. Кстати, вот на секунду мы победили. Все победители и призеры соревнований были награждены грамотами и денежными сертификатами. Валерия Чижик, Сергей Шалафан, Новости Муравленко.